Она бесстрашна. Она неуправляема. Она не контролирует себя. Человек размывает. Размывает собственную идентичность. Человек в толпе. Личность или бездушное существо? Мы достаточно злобные существа. Как нас меняет толпа? Почему даже гуманисты в ней становятся кровожадными? Многие люди будут чесать за ухом и думать, господи, да как я мог? И как избежать зомбирующего влияния? Журналистское расследование. Эффект толпы. Смотрите прямо сейчас. В августе 2011 года все телеканалы мира открывали новостные выпуски репортажами о событиях в Лондоне. Агрессивно настроенная толпа устроила массовые беспорядки. Неконтролируемые банды громили магазины, вступали в стычки с полицией. Причиной выступлений стало убийство представителями правопорядка 29-летнего торговца наркотиками. Наэлектризованная этой новостью и чувством мести толпа выплеснулась на улице британской столицы. Район Тоттенхем был фактически блокирован на несколько дней. Просматривая видеозаписи беспорядков, среди погромщиков полицейские увидели знакомое лицо. Во всемирно известной волшебной эпопее о Гарри Поттере есть персонаж по имени Винсент Крэб. Отрицательного героя сыграл молодой британский актер Джемми Вейлетт. Очевидно, негативную сторону облика своего персонажа актер перенес и в реальную жизнь. В итоге Вейлетт получил два года тюрьмы за участие в погроме магазина и грабеж. Одним из пунктов обвинения стало то, что молодой человек носил в руке бутылку с зажигательной смесью. Но самое интересное в этом то, что емкость с коктейлем Молотова ему дали знакомые. Он просто не смог им отказать. И многие из задержанных в Лондоне свое участие в погромах объясняли именно эффектом толпы. Каждый день мы совершаем массу привычных действий. Мы умываемся, завтракаем, идем на работу, в школу или институт, заходим в метро, покупаем газету, пробиваем талончик в автобусе, стоим в пробке. Мы привыкли к этому ежедневному набору необходимых действий. И не замечаем, что все это время мы находимся среди тысяч и миллионов других людей. Мы ни на секунду не остаемся в одиночестве, даже когда нам кажется, что мы одни. Каждое утро мы чистим зубы перед зеркалом. В одиночку? И да, и нет. Ведь в это же самое время этим же самым занимаются тысячи людей, которым в одно время с нами нужно успеть на работу или на учебу. Коллективные действия заложены в нас самой природой. Даже оставаясь один на один с собой, мы не выпадаем из коллективного состояния. Мы полностью отдаем себе отчет в том, что происходит с нами и вокруг нас. Мы управляем собой. Но так бывает не всегда. Рядовой гражданин вдруг участвует в потасовке фанов Спартака с Динамо. Если вы ему покажете эту видеопленку на завтра и скажете ему, что это ты, я вас уверяю, многие люди будут чесать за ухом и думать, господи, ты мой, да как я мог? Человеку только кажется, что он способен управлять своим поведением и своими эмоциями. Все может измениться в любую секунду. Что-то происходит, и мы реагируем чисто инстинктивно, подчиняясь только рефлексам. Особенно часто это происходит, когда человек находится в толпе. Древнегреческий государственный деятель Салон отмечал, что каждый афинянин представляет собой хитрую лисицу, но в то же время народное собрание представляет собой стадо баранов. Оказываясь в толпе, зачастую человек теряет способность мыслить. До такой степени, что впоследствии не способен оценить, что он сделал и почему поддался зомбирующему воздействию. В толпе даже признанные гуманисты становятся по-зверски жестокими, и самые здравомыслящие люди становятся под самые дикие лозунги. В психологии этот феномен называют «эффект толпы». Фрейд описал эффект толпы, в том числе некие феномены, которые возникают от толпы, и у человека снижается уровень ментальности, то есть способность соображать. Спустя зрение Зигмунда Фрейда, источником нашей активности является бессознательное. Поэтому нет ничего удивительного в том, что когда человек оказывается в толпе, когда слабеют социальные регуляторы, все это биологическое выходит на первый план. Обычно толпой называют большое количество людей, находящихся одновременно в одном месте. Однако это не совсем верно. Даже подсознательно мы не считаем толпой ни марширующее армейское подразделение, ни публику, собравшуюся в зале театра. Но вот на улице происходит что-то необычное. Неожиданно появились артисты, которые выступают с представлением. Или пошел сильный ливень. Или раздается взрыв. Если ситуация развивается по какому-то из подобных сценариев, завлекательных, драматических и даже катастрофических, может возникнуть особый социально-психологический феномен, который и отличает толпу от организованных форм социального поведения. Феномен толпы ученых интересует не одну сотню лет. Давно известно, что живые существа при объединении в группы ведут себя совершенно иначе, нежели в одиночестве. Ученые выдвинули множество объяснений этого феномена. Однако самым загадочным является тот факт, что сообщество обладает как бы единым разумом, которому безоговорочно подчиняется. Одно из наиболее ярких проявлений эффекта, который в психологии называют автосинхронизацией, — спонтанные аплодисменты. Это то, что заложено в нас самой природой. Услышав рядом хлопки, мы просто не можем их не поддержать. Действия этого феномена испытал на себе каждый из нас. Например, когда вместе с целым залом вставал, чтобы поприветствовать любимого артиста. Оказывается, достаточно всего лишь нескольких человек на сотню для того, чтобы поднимать на ноги тысячные залы. Простой психологический механизм заражения, который, в принципе, направлен на что? На создание такой некой ситуации общности. Если один делает, то делают и другие. Это, может, не обязательно, допустим, аплодисменты, если вы заметили, допустим, вы скрестили руки, и другой человек вдруг начинает испытывать нечто такое же. Если аудитория мотивирована на общее действие, то, в принципе, она начинает каким-то образом подготавливать себя к общему состоянию, к общей динамике. Но откуда взялся этот инстинкт у нас? По просторам саванны перемещаются огромные стада животных. Тысячи лет они мигрируют по одним и тем же маршрутам в поисках воды и пищи. Экваториальная саванна – одно из лучших мест для жизни на всей планете. Теплый климат не заставляет животных бороться за выживание. Но жизнь в саванне не настолько безоблачна. Для любого живого существа здесь таится масса опасностей. Стаду необходимо лавировать вдалеке от нахоженных троп других, более сильных животных. Внимательно следить за кружащими вокруг хищниками. Главный залог выживания здесь – не рога и копыта, а нахождение в коллективе. Многие копытные – кенгуру, жирафы – с удовольствием принимают в свою среду сородичей из других стад. Такие сообщества животных называют открытыми. Одна из главных их особенностей – сильно выраженный стадный инстинкт. Он возникает и существует на основе врожденного оборонительного рефлекса. Такие животные ощущают себя в безопасности только среди подобных себе. Мы знаем массовые эффекты, вот до сих пор, да, такие сообщения. Вот несколько китов выбросились вдруг на берег. Не один там, но несколько. Почему-то сразу все, почему вдруг, какая-то там сообщество лейминга, вдруг побежали-побежали, сорганизовались, пошли топиться в море. Непонятно почему. Но там срабатывают вот эти вот эффекты. Это совершенно потрясающий эффект, когда организуется из массы некое общее тело. Все абсолютно одинаково где-то начинают мыслить, чувствовать, все переживать. И в самом деле их многообразие, ну, того интеллектуального, мыслительного там внимания, оно нацелено на один объект. Интересы отдельных представителей группы растворяются и не имеют какого-либо важного значения для самой группы. При этом у стаи может даже не быть вожака. Например, при исследовании популяции саранчи ученые установили, что у них нет руководителей, и в своем поведении они руководствуются только общей целью. То же самое относится и к стаям птиц. Раньше предполагалось, что популяциями пернатых, возможно, управляют старые опытные представители. Однако, как оказалось на самом деле, это совершенно не так, и их поведение подчинено эффекту толпы. Ученые выяснили, что коллективный разум значительно мощнее, чем в способности отдельных представителей сообщества. Причем его сила увеличивается пропорционально количеству особей. Если взять нескольких муравьев, то в отдельности они не будут проявлять никаких особых способностей. Но стоит им объединиться в группу порядка сотни представителей, как они тут же начинают выстраивать иерархию, создавать рабочие группы, и у них появляется определенная цель. Люди ведут себя точно так же. Но почему так происходит? Ну, мы же эволюционно произошли из животных. Ничего особенного в этом нет. И функциональная система организма, особенно с лекопитающим, у нас очень схожая. И поэтому мы пришли из животного, да, сказать, где-то, какого-то организма. И вообще человекам становится очень тяжело и долго. Цивилизация – это очень тонкий слой, который скрывает варварскую животную биологическую природу человека. И к этому надо относиться с пониманием. Ученые установили, что в толпе пешеходам свойственны стадные чувства. Наблюдая за переходящими оживленную магистраль людьми, они выяснили, находясь в одиночестве, человек вдвое меньше подвергается опасности, которую таит в себе проезжая часть. В толпе же у людей срабатывает стадный инстинкт, повинуясь которому они практически бессознательно следуют за тем, кто первым решается перейти улицу на красный сигнал светофора. Иногда специалисты сравнивают толпу пешеходов с пингвинами. До того момента, как все птицы станут нырять один за другим в море, они терпеливо ждут самого смелого, который первым сделает этот шаг или, поскользнувшись, случайно соскользнет в морскую пучину. Такие особенности человеческого поведения были известны еще в Древнем Египте. На научную основу изучение психологии поведения в толпе было поставлено относительно недавно. Основателем учения, получившего название «Психология толпы», считается французский социолог Гюстав Лебон. Его первые статьи на эту тему были опубликованы в 1895 году в журнале «Review Scientific» «Научное обозрение». А следующие, вышедшие в том же году, уже в книге «Психология толпы», принесли ему широкую известность. Лебон определил толпу как бесструктурное скопление людей, взаимно связанных с ходством эмоционального состояния и общим объектом внимания. «Толпа похожа на листья, поднимаемые ураганом и разносимые в разные стороны, а затем падающие на землю», – писал Лебон. «Чувства и идеи всех собравшихся принимают единую направленность, а их сознательные личности растворяются в толпе». Человек размывает. Размывает собственную идентичность. Это не конкретный Петров, Иванов, Сидоров, а это, опять-таки, член вот этого объединения. Это фанат «Динамо», так это фанат «ЦСКА», это еще кто-то. И когда я деперсонифицируюсь, когда я теряю собственную идентичность, я вообще-то перестаю отвечать персонально за судебное. Я снимаю ответственность, и вдруг формируется вот это что? Коллективное «мы». Лебон вводит в обращение главные принципы, по которым формируется поведение толпы. Толпа интеллектуально значительно ниже составляющих ее индивидов. Она склонна к быстрому переключению внимания с одного объекта на другой, легко и некритично принимает даже самые фантастичные слухи и поддается воздействию призывов и лозунгов. Человек в толпе способен совершить любые акты насилия, жестокости, вандализма, которые в обычных условиях ему представляются немыслимыми. Толпа отличается повышенной эмоциональностью и импульсивностью. В ней имеет место такое социально-психологическое явление, как эмоциональный резонанс. Люди при этом не просто соседствуют друг с другом, а заражают окружающих своими эмоциями. При этом участники толпы, обмениваясь эмоциональными зарядами, постепенно накаляют общее настроение до такой степени, что происходит эмоциональный взрыв, с трудом контролируемый сознанием. Коллективная душа, если вспоминать того же Либона, она свойственна людям, находящимся в толпе, и препятствует проявлению их личностных черт. Поэтому сила этого влияния, она достаточно велика. И подчас люди, которые характеризуются большой внушаемостью, подверженностью психическому заражению, они не находят в себе сил для того, чтобы уверенно противостоять этим процессам. В своей работе Гюстав Либон выделил три основных фактора, которые определяют свойства толпы. Первый из них – анонимность. Личность в толпе растворяется. Здесь нет имен и социальных статусов. Есть только гражданин в пальто, женщина в шляпе и так далее. С одной стороны, участие в скоплении значительного числа людей создаёт у отдельного человека чувство силы, могущества, непобедимости. С другой – безликость и безадресность толпы делает отдельного человека анонимным. А это приводит к возникновению чувства личной безответственности. Каждый полагает, что любые действия будут отнесены к толпе, а не к нему лично. В толпе всегда найдётся ряд бесшабашных людей, которые не думают о чём, о последствиях. Меня нету, так я фан. Я, опять-таки, болею за правду. Так я болею за справедливость. Я не знаю, что такое правда, я не знаю, что такое справедливость. Но вдруг я начинаю, опять-таки, мне говорят, ты борешься за справедливость. Всё, я начинаю бороться. Второй фактор по определению Либона – это заражение. Оно означает распространение психического состояния одних людей на других. Заражение происходит почти мгновенно благодаря имитации. Стремлению человека подражать большинству. Делать то, что делают остальные. Первый индикатор введения человека в состояние повышенной внушаемости – это так называемые телячьи глаза. Когда человек вообще либо фанатично смотрит, у него нет возможности регулирования, либо он вообще вот расслаблен. Так и вот к ней ему скажи, сделай это, и он сразу безотчётно начинает делать это. Видеороликами наглядно иллюстрирующими этот принцип пестрит всемирная сеть. Принцип заражения часто используют для розыгрышей ничего не подозревающих людей. Это видео, к примеру, хит японского сегмента всемирной паутины. Японцы – большие любители разыгрывать друг друга, используя особенности человеческой психики. Ничего не подозревающая жертва идёт по узкой улице, и вдруг навстречу выбегает целая толпа разъярённых людей. Всего мгновения на принятие решения, и человек уже бежит сначала от толпы, а затем вместе с ней, полностью принимая её манеру поведения. А этот розыгрыш создавался специально для иллюстрации подражания. Скрытая камера устанавливается в лифте одного из крупных офисных центров. Эксперимент проводится в 8 утра, пока потенциальные жертвы не окончательно освободились от действия сна. Все люди в лифте – фигуры подставные. Когда в лифт заходит ничего не подозревающий человек, они должны дружно повернуться спиной к выходу. Секунда, и ничего не понимающая жертва следует инстинкту и также отворачивается от выхода. Психологи объясняют, в этот момент человек испытывает внутреннюю неловкость. Он поддаётся тому, что принято называть групповым давлением. Этот социальный феномен заключается в том, что люди чувствуют себя вынужденными соглашаться с каким-то действием или мнением, когда они считают, что оно поддерживается большинством людей в их группе или обществе. Попадая в экстремальную ситуацию и не обладая вот этим чувством ответственности, начинает реализовываться эффект статности, который на самом деле имеет рациональное обоснование. У меня нет критерий. Я нахожусь в коллективе людей. Так, мне каким-то образом надо координировать. Реальных шагов управления на этой самочке у меня нет. И я отдаю ответственность кому? Другому человеку, который берёт на себя вот эту инициативу. Ну а дальше я заряжаю себя, я довожу себя до соответствующего состояния. А в состоянии эмоционального возбуждения очень важным является что? Тригерирование. Кто нажмёт на эту кнопочку? А потом я несусь. А отрезвления у меня нет. Силу толпы прекрасно осознавали ещё фараоны древнего Египта. Уже тогда было известно, что взбунтовавшуюся массу невозможно остановить. А если её невозможно остановить, значит её нужно возглавить. И направить энергию тысяч людей в новое русло. Считается, что в отношении людей для учёных представляет интерес вопрос неуправляемости толпы. Хотя это неверно. На самом деле толпой очень легко манипулировать. Этот эффект довольно часто применяется на практике. Известен, к примеру, случай, произошедший во время Оранжевой революции в Киеве. Понадобилось всего несколько минут для того, чтобы несколько тысяч человек, скандировавших фамилию одного кандидата, стали выкрикивать имя его противника. Можно подбирать стимулы, которые вызывают первичные реакции другого человека. Ты сделал это, и другой человек отреагировал. Вот, допустим, движение такое импульсивное. И сразу же, допустим, реакция автоматическая. Поэтому человек-манипулятор, он довольно хорошо знает вот эти реакции. Он может создавать поле, так сказать, для задаваемых реакций. Но для такого воздействия необходимо иметь специального манипулятора. Во время Украинской Оранжевой революции таковых было много. И ни один из так называемых демократических переворотов 21 века не обошелся без неприметных дирижеров. Для организаторов уличных протестов достаточно всего лишь того, что вы пришли на площадь. Дальше от вас уже ничего не зависит. Они обязательно найдут способ увлечь вас туда, куда нужно им. И заставить делать то, что нужно им. Чаще все реагирует, конечно, люди эмоционального такого плана. Вот не потому, что неведомые, а не потому, что заряжаются эмоции. Потому что они чувствуют эмоции другого человека и легко увлекаются. Поэтому, если бы такого не возникло, просто нужно знать, что нужно выйти. Несмотря на кажущуюся безликость толпы, в ее структуре выделяются четко сформированные фигуры. Агрессоры – ведущие и ведомые. Агрессоры – это те, кто толпу создают и провоцируют. Фигура агрессора может не выделяться на общем фоне, но в нужный и ключевой момент сыграет свою важную роль. На стадионе египетского города Порт-Саид началась грандиозная драка. Фанаты победившей команды бросились избивать болельщиков проигравшего клуба. В суматохе кто-то поджег стадион. Погибло 60 человек. Но жертв вполне можно было избежать, если бы правоохранителям удалось удержать под контролем агрессоров. В этом случае ими стали те болельщики, которые первыми выкрикнули призыв «Бей приезжих». После этого удержать разъяренную толпу оказалось практически невозможно. Коллективное «мы» чем плохо? Чем плохо, опять-таки. Оно не регулирует персонифицированную ответственность. И здесь мы начинаем говорить о том, что коллективное «мы» начинает делегировать свою ответственность вот этим персональным, лидерам. Так и в том числе после циркулярной реакции, после дохождения в толпе определенного уровня эмоционального возбуждения, начинается поиск чего? Лидера. Так здесь должно что-то случиться. Мы начинаем настраиваться на события. И здесь очень важным является появление этой фигуры, которая является авторитетной, которая говорит «Вон враги!» «Бей наших!» «Так, наших бьют!» И так далее, и так далее. И, допустим, так как вот это внимание коллективное, так как я указающим перстом показал, кто враги, вот эти в норковых шапках, так, или вот эти, опять-таки, вот эти, партийные. И дальше все, мы ринулись, так, и здесь уже не идет речь о чем? О моей индивидуальной безопасности. И дальше я начинаю прозревать по поводу своей персональной безопасности, когда я столкнулся с кордоном, когда меня стукнули дубинкой, но ведь об этом не подозревают сзади стоящие, так, у них нет чувства страха, так, они остановиться не могут. И вот это инерционное движение идет, это вот, пожалуйста, и далеко ходить за примерами не надо, когда люди начинают давить людей, когда люди начинают, опять-таки, терять человеческое лицо, делать с другим человеком все, что угодно. Такое поведение называют матрицей толпы типа воронка. Она как бы засасывает в себя любого, кто оказался в ее эпицентре. Поэтому не случайно в дни футбольных матчей правоохранительные органы во многих странах многократно увеличивают охрану города. В Англии накануне встреч принципиальных соперников к проведению матча полиция начинает готовиться едва ли не за неделю. На улицах появляются усиленные патрули и конные полицейские наряды. Полицейские знают, совладать с фанами сложнее, чем с кем бы то ни было, именно по причине их нелогичности, но огромной силы вовлеченности в идею. Чтобы справиться с ними, нужно стать такими же, как они, ни о чем не думать и просто бить или сдерживать. Любая попытка разработать стратегию и действовать по ней, и сила будет на стороне болельщика. Так инструктируют полицейских накануне больших игр. Фанатские группировки очень часто не представляют собой традиционную толпу. В них в гораздо меньшей степени присутствует элемент стихийности, у них хорошая управляемость, они прекрасно осознают общность своих интересов. И в этом смысле они представляют достаточно однородную, хорошо управляемую массу. Поэтому те законы поведения толпы, о которых мы с вами говорили здесь, скорее всего, не очень-то работают. Как работает квалифицированная, допустим, спецслужба? Они разбивают толпу на части. На части. Вот они свиньей идут через толпу. Дальше. Должны быть отвлекающие сигналы в разных направлениях. Когда развивается внимание, толпа начинает терять самое главное. Вот эту общность. И когда начинается теряться вот эта общность, вдруг у меня возникает индивидуальное чувство страха. Я понимаю, что это вообще-то происходит не вот с этим скопищем людей, а это происходит со мной. Я рискую чем? Что побьют меня, и что со мной случится нечто. И тогда, допустим, и пыл распадается, и еще что-то. Но при грамотном подходе силу толпы можно использовать в своих интересах. Испокон веков при помощи ничего не подозревающей толпы проводились государственные перевороты. Сначала толпой управляли просто харизматичные лидеры. Но в 20 веке этот процесс поставили уже на научную основу. В 1896 году французский социолог Гюстав Лебон публикует работу «Психология народов и масс». В Российской империи она стала известна под названием «Психология толпы». Лебон один из первых обрисовал поведение толп и очертил механизмы, приводящие их в движение. Книга Лебона была настольной у творцов великих потрясений Ленина и Сталина. Еще бы, ведь французский ученый писал о наступлении эпохи невиданных изменений. До основания разрушится существующий порядок. И катализатором для этого станут перемены в мыслях. В обществе получают распространение новые идеи связанное с интересами масс. И рост могущества масс объясняется именно распространением этих новых идей. С началом 21 века тезис о наступлении эпохи изменений снова становится актуальным. В начале 2-го десятилетия века арабский мир всколыхнула волна революций, вошедших в историю под общим названием «Арабская весна». В Тунисе, Египте и Ливии беспорядки привели к смене власти. Массовые протесты прошли в Алжире, Иордании, Марокко, Омане, Кувейте, Ливане, Мавритании, Саудовской Аравии, Судане и Западной Сахаре. Аналитики не без оснований заговорили об экспорте протестных настроений по всему региону. Эти выступления еще иногда называют твиттерными революциями, так как сбор участников осуществлялся через социальные сети. Но интернет был всего лишь инструментом привлечения тысяч людей в одно место. Далее в код пускается совсем иные технологии, совершенно безобидные на первый взгляд. Вот, допустим, когда есть норма сдерживания, тогда по отношению к приблизительно гомогенному экономическому состоянию, по отношению к определенному образовательному уровню, вдруг идет волна от чего? От Туниса в очень такой лояльной форме и через беднейшие страны уже в форме какой? Агрессивной. И вы замечаете, что эта агрессивность начинает увеличиваться. Почему? Потому что опыт начинает тиражироваться. Опыт преодоления нормы, сдерживающей нормы. Это вот по отношению к поведению толпы очень важная составляющая. Если у человека есть опыт преодоления нормы, он становится потенциально опасным. Многие вещи не происходили бы при наличии механизма, во-первых, опережающего, хорошего аналитического аппарата и вот этой своеобразной службы быстрого реагирования. Именно психологического реагирования. Почему? Потому что вообще-то проблемы делают люди. Так и с людьми надо уметь работать, используя в том числе ресурс психологического знать. И если ты используешь квалифицированный ресурс психологического знания, не умещающегося в твоей голове, а привлекая специалистов квалифицированных, тогда многих проблем не будет. Этот принцип прекрасно известен организаторам арабской весны. Как только человек останавливается, чтобы просто посмотреть, его сразу же засасывает, как в черную дыру. Достаточно одного взгляда, двух-трех секунд, для того, чтобы сработал механизм узнавания, и человек начинает считать толпу своей. Точно так же безболезненно вливается животное саванны в стаю себе подобных. Эффект очереди приносит постоянный доход крупным компаниям, торгующим новинками. Когда фирма объявляет о выходе в свет очередного супер-навороченного гаджета, за ним моментально выстраиваются очереди. За двое-трое суток до открытия торгового центра, в котором появится новинка, люди начинают жить у его дверей. Недавно одна девушка выставила на продажу свой номер 3 в очереди за только что вышедшим айпадом. В очереди она провела около суток, пока не поняла, что новомодный гаджет ей просто не нужен. Хотя любители новинок за место у дверей магазина с легкостью отдают несколько сот долларов. Иногда для того, чтобы вызвать эффект толпы достаточно самого ничтожного повода. Например, объявить, что какой-либо товар пропал с магазинных полок. Этим приемом иногда пользуются недобросовестные продавцы, чтобы скорее распродать залежавшийся товар. Год назад несколько сетевых ресурсов опубликовали новость о неурожае гречки в России. За товаром тут же выстроились очереди. Через некоторое время гречка вернулась на прилавки, но по цене вдвое выше. Поставщики оказались удивительно готовы к такому повороту событий и получили дополнительную прибыль. А многие покупатели, которым ранее килограмма крупы хватало на несколько недель, оказались обладателями непривычного количества пачек продукта у себя дома. Это говорит о чем? Нормы нет. Весь процесс социализации строится на ограничителях. И вообще-то крошка сын к отцу пришел с вопросом как что такое хорошо, что такое плохо. Если ответа на этот вопрос нет, тогда он начинает решать проблемы связанные с отсутствием нормы. Если норма носит генерализованный характер, я обычно иллюстрирую чем? Если вы привыкли уступать людям в общественном транспорте заслуживающим у вас проблем нет. Зашла старушка, взяли и уступили. Конечно ждете аплодисментов каких-то в лице уважительного отношения к вам. Если у вас сомнения, вы по сторонам начинаете смотреть. Поэтому нормы надо формировать. Но нормы надо формировать не механически, а нормы надо формировать отсутствие. Этот ролик всего лишь год назад стал хитом интернета. В кадре обычный белорусский магазин в период пост-девальвационной паники. В торговый зал привозят поддон с сахаром. Несколько секунд и он пустеет. Кто-то запустил слух, что сахара в городе осталось лишь на два дня и покупатели ринулись к прилавкам. На самом деле дефицита не возникло вовсе. Просто на фоне паники сахар банально не успевали подвозить со складов. Через неделю ажиотаж утих сам собой. А кто-то с удивлением обнаружил у себя дома несколько десятков килограммов сладкого продукта, а также соль, крупу и спички, которых хватит на годы или до нового слуха. Пример со свиным в равной степени и птичьим гриппом и атипичной пневмонией, и коровьим бешенством, и многих прочих современных проблемах, он очень хорошо характеризует еще один важнейший механизм, который объясняет формирование толп, масс и определенных разновидностей публик. Речь идет о слухах, речь идет о слухах. Практически всегда мы видим, что слухи распространяются тоже на волне превалирования эмоциональных состояний. Особенно в Советском Союзе вообще, сказать, это человек был, дают, есть такое слово, вообще потрясающее мне, когда я стала взрослой, осознала, вообще дают, это как бы не собственный выбор, это кто-то очень откуда-то кинул, да, дают. И в самом деле все равно мы их убежали, встали в очередь и все прочее, хотя это может быть не особо надо, но дают. Эти элементарные ловушки с удовольствием используют манипуляторы общественным сознанием по всему миру. Ведь сущность человека везде одинаковая. Не важно, где вы живете, в самом отсталом регионе Африки или в самой развитой стране Европы. Абсолютное большинство из нас легко поддается эффекту толпы. Тысячи людей на площади Тахрир в Египте даже не знали, что участвуют в свержении режима Мубарака. Многие вышли на улицы только для того, чтобы выяснить, почему у них отключили интернет. Далее они уже ничего не могли с этим поделать. Он в принципе становится воспроизводителем инстинкта. Он начинает действовать по этой схеме. Стимул реакции. Так вот эта рация выключается, индивидуальная рация. Я подчеркиваю, ответственность отдается вот этому своеобразному стадному объединению, коллективу. А когда я отдал ответственность, я не думаю о последствиях. Поэтому задача опять-таки вообще превентивной политики включать механизм персональной ответственности, в том числе чувство страха. По некоторым подсчетам, для совершения каких-либо активных действий при помощи толпы достаточно 20% так называемых идейных борцов. Остальные участники беспорядков, как правило, изначально даже не собираются в них участвовать и оказываются в эпицентре правонарушений как бы случайно. Главная причина этого анонимность. В толпе исчезает индивидуальность. Человек начинает считать, что ответственность не будет возложена на него, а ляжет на толпу в целом. И еще один страшный эффект. Толпа способна на любое преступление, если кто-то объявит, что лично будет нести ответственность за все совершенное. И она не остановится ни перед чем. Каждый день мы совершаем массу привычных действий. Мы умываемся, завтракаем, идем на работу, в школу или институт. Заходим в метро, покупаем газету, пробиваем талончик в автобусе, стоим в пробке. Управляем ли мы собой? О да! Но только до тех пор, пока не оказываемся в толпе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА